А мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, конкретно мы изучаем книга о человеческих достоинствах, Архот Садитим, пути праведников, и мы уже стали с вами веселые, то есть мы полностью изучили то, что называется веселье, веселье, да, радость, радость, качество радости, разобрались, как это работает, стали радостными, потому что упование вызывает радость, упование это бетахон, да, когда уверен во Всевышнем, что все будет хорошо, естественно, что у меня радость, а теперь, чтобы верить, что все будет хорошо, нужно развивать себе веру, то есть у нас есть вера, у нас есть уверенность во Всевышнем, и потом приходит радость, понятно, да, а когда есть радость, оно идет от обратного, человеку, естественно, легче верить и радоваться, потому что он видит чудеса Всевышнего. И тут очень интересно, тоже такой есть нюанс, что, а чтобы видеть чудеса Всевышнего, что нужно сделать? Правильно, благодарить. До этого мы изучали 120 уроков про благодарность, и все у нас идет очень простым таким технологией. Вначале начинаешь благодарить Всевышнего, вот за все благодаришь. Воспринимаешь все как подарок. Это конкретный подарок, если ты можешь вообще дышать, сидеть, ходить, пить, там, все подарок. Именно подарок от Всевышнего. Теперь, если ты видишь подарки Всевышнего, и ты его за это благодаришь, у тебя с ним возникает любовь, возникает любовь, возникает вера, увеличивается вера. Увеличивается вера, увеличивается бетахон, уверенность, что и завтра будет хорошо. Увеличивается бетахон, и появляется радость. А радость, это место присутствия, это пророчество было только в радости. Поэтому, когда человек радостный, то ему приходит больше от Всевышнего. Он не делает, не делает он никакие неправильные действия. Зачем ему делать неправильные действия? Ему и так хорошо. Он в полном божественном сиянии. Все, вот это вот то, к чему мы стремимся. Хорошо. Теперь, значит, закончили мы с радостью. И теперь нам, автор этой книги, мы уже дошли до десятого качества, которое мы изучаем. Называется это качество «Врата беспокойства». Наверите, это «Шар Адаага». Шар Адаага. Значит, «Дага» – это он пишет качество очень плохого в большинстве случаев. Значит, «Беспокойство» – это качество плохого в большинстве случаев. Значит, есть каждое качество, оно иногда может быть хорошим. Вот это беспокойство в большинстве плохое, в меньшинстве хорошее. Сейчас мы узнаем, где большинство, где меньшинство. Но первое, значит, он нам пишет. Представляете, тысяча лет назад эта книга написана. Он пишет, что вот это беспокойство, оно обнаруживается на лице человека. То есть, по лицу человека видно, он доек, он волнуется или не волнуется. Значит, и сказал мудрец, что я не нахожу признаков беспокойства в людях великой души. То есть, если человек у него, он уже вырос на уровень такого, высоте духовного уровня, то он не беспокоится, он спокойный такой. Он спокойный, радостный, счастливый, расслабленный. У него нет стресса, нет беспокойства. Да, можно так сказать. Можно так сказать. Теперь, почему люди беспокоятся. Первое беспокойство о нуждах этого мира, оно весьма достойно порицания. И оно отсутствует у всех, кто уповает на Всевышнего и верит в него. То есть, это обратное качество от радости. Значит, да, это вот как раз Дмитрий Латуха из притчи. Он вспомнил, как царь Замон советует конкретно. Мы разберем в конце, как убирать беспокойство. Это один из таких самых, можно сказать, сконцентрированных в этом отрывке из притчей, сконцентрированная мудрость, как убрать беспокойство. Один из вариантов, да, то есть, есть еще. Но здесь он пишет нам, что, значит, главная причина беспокойства – это отсутствие веры и отсутствие бетахона. То есть, человек не верит, что Всевышний его обеспечит. Он не верит, что Всевышний его любит. Он не верит, что он может положиться на Всевышнего в вопросах своего пропитания, своего здоровья, своих родственников, в вопросах своего духовного развития. В общем, во всех вопросах он не верит, что Всевышний будет сделать ему хорошо. Почему он не верит? Это его выбор. Это нет доказательств. Понимаете? То есть, нет доказательств никаких насчет того, как Всевышний будет к вам относиться в будущем. Это все иллюзии человека. Есть иллюзия, которая называется приобретенная беспомощность в психологии или депрессия. Когда человек иллюзорно своими мыслями себе рисует какую-то очень мрачную картину. И в психологии такой способ мышления приводит человека к приобретенной беспомощности и к депрессии. Ну, это понятно. Теперь здесь нам говорится так, что беспокойство и скорбь уничтожают сердце, а не болезнь тела. То есть, представляете, тысячу лет назад еще даже такого понятия... Да, я попал, конечно, на Модилу Гаона, попал, помолился за всех участников уроков, попал, записал видео. Сейчас вот ребята сделают видео, я там молюсь за всех участников уроков ВАИКРА, за всех друзей, партнеров, спонсоров, за всех. Значит, помолился за себя, за детей. Все, очень-очень так сильное место. В Вильнюсе, да, такое кладбище, очень красиво. Я видео снял, значит, скоро сейчас вам пришлют тоже. Теперь, смотрите, тысячу лет назад пишет автор этой книги, что беспокойство и скорбь уничтожают сердце. Сердце на из-за тем мудрецов это мышление и тело. И они болезнь тела. То есть, человек, который думает, что ему будет плохо, человек, который беспокоится, что ему будет плохо, он этим самым создает себе реальное плохо. И в мышлении это депрессия, и в теле это болезнь тела. Самое, ну, дальше он пишет, что самое худшее беспокойство это у преступников, которые, которые, они беспокоятся, что они не могут делать зло. И они, значит, беспокоятся, что у них не получается сегодня там достать наркотики, у кого-то достать алкоголь, у кого-то там, кого-то ограбить. Вот они беспокоятся, сидят и беспокоятся, думают, как же нам, что похуже сделать. Он говорит, это вообще ужасное беспокойство. Но обычные люди, когда беспокоятся, они просто вредят своему сердцу и своему телу. Теперь он пишет, но есть и хорошее беспокойство. Вот прямо так и пишет. Но всмотрись и подумай, и поймешь, что в беспокойстве тоже есть добрые пути. Значит, и приводит он нам интересный отрывок из притчи царя Соломона, да, который звучит так. Это 28 глава, 14 отрывок. Ашре аиш мифахет тамид. Счастлив человек, который боится всегда. Переводят этот отрывок. Но это очень непонятно. С одной стороны, боятся и беспокоятся плохо. С другой стороны, боятся и беспокоятся хорошо. Теперь, если мы всмотримся в нюансы святого языка, на котором писал и говорил царь Соломон. Если мы всмотримся во все эти нюансы, мы обнаружим очень интересное такое отличие. Маленькое очень отличие. В одну букву. Значит, в иврите слово бояться это пахот. Есть ирата шем. Это ирата шем. Это трепет перед Богом. Это хорошо. В конце экклезиаста говорит царь Соломон, что в конце концов все понятно. Это лаким ира. Он говорит, Бога бойся. То есть, ирата шем это страх высокого уровня, назовем на русском. Трепет. А пахот это страх обычный. Теперь в притчах царь Соломон говорит счастлив человек, который мифахет. То есть, есть похет на иврите, можно сказать, боится. А есть мифахет. Это, если дословно перевести, пугает. То есть, мифахет это как вот это м впереди. Это когда, значит, я... Давайте такое слово еще придумаю. Пример какой-то. Я... Мидом... Сейчас... Сахарик. В общем, м добавляет, и мне чего-то не приходит сейчас, никакие вот на иврите другие глаголы. Но если к обычному глаголу добавить спереди м, то добавляется как будто бы тот, кто это делает. Ну, то есть, как бы со стороны. Идти, например, или кого-то заставлять идти. Да? Бояться или кого-то заставлять бояться. Вот на русском, я не знаю, как тоже в грамоте где-то называется. Говорит царь Соломон, счастлив человек, пугающий себя всегда. Не боящийся, а пугающий. И тут он говорит нам такую вещь, что... Значит, если... Бояться надо в сфере духовной. Нарушить волю Всевышнего. Потерять духовный мир. Потерять духовные какие-то достижения. Вот этого нужно пугать себя. Для чего? Он приводит пример, что Яков, праотец Яков. Мы читаем о Якове. Хотя Всевышний сказал ему. Я сохраню тебя всюду, куда ты не пойдешь. То есть, в книге Берешит, в Торе, в начале, когда Яков уходил. Бог ему сказал. Я буду с тобой. Не бойся. Я буду тебя охранять. Но дальше все-таки написано, что Яков боялся. И особенно есть четко в Торе написано, когда он вернулся через 22 года уже с женами, с детьми. Он вернулся, когда в Израиль. Его шел навстречу встречать его брат Исав. И с Исавом вместе было 400 человек. И сказали Якову, что вот твой брат Исав идет сейчас тебе навстречу. А с ним 400 человек. Написано в Торе. Вайцар Яков Вайра Ло. Значит, стало ему плохо, и он испугался. Задают вопрос. А почему-то он испугался. Ведь ему же Всевышний обещал, что все с ним будет хорошо. Написано так, что два варианта есть. Первое. Он испугался, что его заслуги закончились. И вот тут тоже он об этом пишет, что когда у человека все хорошо, он может бояться, что у него заслуги его духовные, ему конвертировали в материальные заслуги, и у него не осталось духовных заслуг. И это то, чего боялся Яков. Да, Всевышний ему обещал, что с ним будет все хорошо. Но он говорит, я с одной палочкой переходил эту реку 22 года назад. Вообще был без ничего, да? Теперь я возвращаюсь. Стада, 4 жены, 12 детей, 12 сыновей. То есть, Всевышний так мне дал в этом мире такое благословение, что я теперь боюсь, что я его уже полностью конвертировал. Значит, первое. Яков испугался, что он конвертировал уже свои духовные заслуги в материальные. И этого надо бояться. Этого реально надо бояться, говорит автор книги. То есть, беспокойство, что у тебя закончились духовные заслуги, оно хорошее, оно тебя заставляет, заставляет тебя больше делать сразу заповеди, делать сразу какие-то добрые дела. То есть, набирать дальше духовных заслуг, чтобы уравнять вот этот счет. Второе, Яков испугался, второе есть объяснение. Он говорит, да, Бог меня обещал защищать. Вообще, нет вопросов. Я полагаюсь на Всевышнего. Но не было в этом, что он будет защищать моих жен, моих детей. Бог же мне обещал. А для человека, его жены и дети, это, конечно, для него тоже очень важно. Это как... Поэтому Яков боялся за них, второе объяснение. Хорошо. Теперь, значит, дальше он нам говорит такую вещь, что если ты беспокоишься, простой различий. Если ты беспокоишься о нуждах этого мира, то это пустое беспокойство, не надо беспокоиться. Нужно полагаться на Всевышнего, потому что беспокойство, оно тебе только ухудшит твою ситуацию. Те люди, которые сильно беспокоятся о завтрашнем дне здесь, в этом мире, они очень начинают от этого болеть, совершать много ошибок. Кто-то не двигается, например, да, он все... Надо думать о завтрашнем дне, надо сидеть на месте, никуда не двигаться. Куда мы двигаемся, все, потом бах, война, города нету. Да, что ж ты сидел на одном месте? Другой наоборот, он боится сидеть на месте. В общем, страха в этом мире быть не должно. То есть этот мир, в нем надо полагаться на Всевышнего, даст Бог день, даст Бог пищу. Здесь как бы страх абсолютно не нужен. Но за духовный мир надо бояться, потому что это вечность. И это то, что ты... Каждое твое движение, каждое твое движение в сторону духовности, если ты не доделал, то ты можешь и здесь потерять, и там потерять. Поэтому здесь он пишет, надо бояться. Как говорил мудрец, что если твое беспокойство об этом мире, да уменьшит Всевышний твое беспокойство. А если твое беспокойство о будущем мире, да прибавит Всевышний к твоему беспокойству. Понятно. То есть счастлив человек, пугающий себя всегда, относится к беспокойству о том мире. Я бы сейчас сделал еще одну заповедь, еще одну там дам, денежку на дзаку, еще я сейчас выучу там какой-то псалом прочитаю, выучу наизусть какую-то фразу из Торы. Очень советую вам начать учить из Мишли, из притчи царя Соломона, начать учить отрывки. Потому что тот, кто изучает мудрость царя Соломона, он становится как сын царя Соломона. И это очень хорошо быть таким мудрым, что как самый мудрейший из людей. Например, сегодня 6 глава, 6 июня, я читаю каждый день по одной главе. Сегодня 23 отрывок в 6 главе. Вот я вам советую его прям повторять, научить, заучить наизусть, написать себе на футболке, записать себе везде. Хинер Митцва, говорит он, каждая свеча, она, каждая заповедь как свеча. То есть ты, когда выполняешь заповедь Всевышнего, то ты как будто бы зажигаешь свечу. Ве Тора Ор. Тора это свет. Вот мы сейчас учим Тору, это свет. Мы получаем свет от Всевышнего, и мы узнаем через этот свет, как все работает, как устроено. То есть мы из темноты, как обычные люди, они такие, что он с утра обычный человек? Он все время бегает в беспокойстве, он бегает, пытается больше там, больше себе отхватить кусок какой-то хлеба. Там уже если у него хлеб есть, он хочет, бегая там больше, плюс 20 метров, ему сказали, что надо купить какие-то часы, чтобы тогда его будут уважать. И он думает, вот все, куплю я часы, будут меня уважать. Купят часы его кто-то. Ну, я не думаю, что вообще за часы можно кого-то уважать. То есть это вообще абсолютно смешная какая-то история, что за часы можно кого-то уважать. Знаете, есть известная история про Эйнштейна. Он когда приехал в Америку, и моего жена говорит, слушай, купи костюм, купи костюм приличный. Ты же, ну, выглядишь вообще неприлично. А он говорит, послушай, говорит, ну, какая разница, кому в каком я костюме? Меня все равно здесь никто не знает. В общем, он и сидел, он там учился, работал, изобретал что-то там. Он не волновался за костюм Эйнштейна вообще, потому что волнение за костюм снижает креативное мышление. И он, значит, вообще не волновался. И вот он в Америке тоже там чего-то наизобретал. И жена ему говорит, слушай, ты уже такой известный, ты уже такой известный, купи костюм нормальный. Он говорит, слушай, ну, зачем мне костюм? Меня и так уже все знают. Зачем мне? Какая разница, в каком я костюме. Так он и не купил себе хороший костюм Эйнштейн. Поэтому, если беспокойство об этом мире, его надо убрать, сказал мудрец. Если беспокойство о грядущем мире, надо его увеличить. А царь Само нам сказал, возвращаясь, шестая глава, двадцатый отрывок. Каждая заповедь свеча, ты как будто бы зажигаешь свечу. Почему он сравнил заповедь со свечой? Что заповеди, они, человек принимает решения и выполняет их с помощью своего тела. Как свеча, она связана с фитилем, с воском, огонно, так не... То есть, свеча в этом мире, заповедь, ты должен приложить усилия. А Тора, это свет, ты не должен прилагать усилия. Это как свет солнца, так же идет свет, мудрость от Всевышнего через пророков. И ты читаешь, и в этот момент, этот свет, он освещает твое мышление. То есть, у тебя мышление становится, ты как бы попадаешь, открывается тебе духовный мир. Все миры, они существуют за счет света Всевышнего. Вот этот бесконечный свет, который идет от Всевышнего, он потом, он как бы, как это называется, не экстраполируется. То есть, по каскаду он как бы сжимается, сжимается, сжимается. И в принципе, все в этом мире это выражение вот этого света. То есть, это некий свет Всевышнего, он в разных, не знаю, трансформируется в разные формы, назовем это так. То есть, все в этом мире это трансформация вот того бесконечного света, который исходит от Всевышнего. Поэтому, когда ты изучаешь Штору, ты прикасаешься к источнику света, и Всевышний через пророков, это какой-то очень высокий уровень, трансформировал свой вот этот свет, в слова Торы. Поэтому, говорит царь Соломон, каждая заповедь это свеча. Ты, выполняя заповедь, ты как будто бы зажигаешь свечу. А Тора это свет, и ты получаешь этот свет в каком-то очень высоком таком состоянии. И путь к вечной жизни. Вот Дамир все время спрашивает, а как удостоиться? Он говорит, и Дер-Хахаим, путь к вечной жизни, то хахот-мусар. Нравственные увещевания. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, это мы изучаем нравственность. Что такое нравственность? Нравственность, это у каждого человека есть животное тело, которое его тянет в животные проявления. Поразмножаться, поесть, и забрать у всех все, что есть. Что делают животные? Они только занимаются тем, что они пища для кого-то, кто-то или что-то пища для них, и они, животные, размножаются и едят. Вот тело человека это чистое животное. Теперь, когда ты изучаешь нравственность, мы сейчас изучаем ту часть сторы, которая объясняет нравственность, почему нужно жить духовной жизнью и уделять внимание духовной жизни, и почему это важно. Так вот, когда человек осознает, что ему важно по-настоящему развивать свою душу, не только нужно увеличивать метры жилплощади, не только покупать себе модную одежду, чтобы выглядеть как-то в глазах непонятно кого, непонятно как. А ему нужно еще покупать себе одежду для души. Нужно заниматься тем, что ты увеличиваешь свой духовный уровень, что ты поднимаешь уровень своего осознания, что ты увеличиваешь свою связь со Всевышним. То есть, это, нравственность говорит, это путь к жизни. И Дамир, вот он уже пять лет ходит на уроке, и не только у него, слава Богу, чтобы было и дальше в материальном успехе, но и в духовном. Пять лет каждый день ходить на уроки, это огромная духовная работа, которая как раз и показывает, что для человека важно, и то, что человеку важно, то, куда он уделяет свое внимание, то и увеличивается. Поэтому, сейчас я чуть сделаю такую сносочку, человек, который смотрит все время на проблемы и беспокоится о будущем, то он увеличивает эти проблемы, их нет этих проблем, но он все время о них думает, и он их создает, как будто бы они реальны в его подсознании, в его мышлении. Поэтому человек, который думает о проблемах, который думает о том, что, какие проблемы могут быть, он как будто бы живет сейчас в этих проблемах. Все, и дальше, он пишет, теперь переходит к хорошему беспокойству. Беспокойство полезно, когда человек беспокоится о том, чтобы не было вреда из-за ссоры. То есть, тут понятно. И тогда оно удерживает человека от ненужных ссор. Значит, и дальше он пишет вот такой простой пример. Вот человек в притчах царя Самона в 22 главе, он пишет, что лентяй, как он размышляет? Лентяй лежит в кровати и говорит, лев на улицах и посреди площадей убьют меня. То есть, он боится выйти на улицу, потому что он придумывает себе то, что будет у него какие-то неприятности. Но дальше говорит вот этот вот автор книги, да, он говорит так, что если ты беспокоишься о том, чтобы выполнить заповедь, потому что, если ты ее не выполнишь, ты не доберешь духовного своего связи со Всевышним, и то есть, человек беспокоится, что будет ему материальный ущерб, да, и не беспокоится, что будет ему духовный ущерб. Он говорит, нужно с точностью наоборот. Беспокойся, что ты не встал, не пошел, не помолился, пропустил урок. За это беспокойся, пусть этот страх, он тебя заставит двигаться вперед, а и убери тот страх, который тебе не дает двигаться, то есть, передумывают люди там, лев на улице, кто-то меня съест, кто-то там, и так далее. То есть, нужно управлять этим страхом. Страх очень сильное чувство, это сильная эмоция, которая побуждает к действию. Так вот, человек, который придумывает себе страх, который его останавливает, он нужно понимать, что все страхи мы себе придумываем. Человек не знает, что будет с ним в будущем, он все время придумывает себе какие-то страхи. Так вот, если ты придумываешь себе страх, который тебя побуждает двигаться вперед, но куда вперед? Значит, вперед к духовности, вперед к Всевышнему, тогда этот страх полезный. Теперь, но для этого нужно убрать страхи, которые тебя останавливают от этого движения, и страхи, которые тебя вообще, в принципе, останавливают. То есть, нужно полагаться на Всевышнего и жить радостной жизнью бетахона без страха. Все, в общем, мы разобрались в этой теме. Чуть-чуть он еще дальше пишет тут интересную вещь. Значит, если случается голод или чума, или прочие бедствия, подобные им, следующий человек и беспокоиться, а не грехи ли его привели его к этому несчастью. Значит, во времена царя Давида голод длился три года. Тут просто, вот смотрите, мы сейчас живем, мы как бы, ну, просто олени непуганные, можно так сказать. Вот реально. То есть, мы с вами, наше поколение, мы не видели вообще того, что они видели тысячи лет назад. Тысячи лет назад и львы были на улицах, и чума, и холера, и 50% детская смертность, и голод. Во времена царя Давида три года была засуха, нечего кушать, люди пухли от голода. В 30-е годы, зачем далеко ходить? Миллионы людей, например, умерли в Поволжье, в Украине, от голода, от голода. Там его называют голодомор и так далее, но по факту это не был голодомор, это было, отвернулись от Всевышнего, и наступает голод. Царь Давид тоже, когда был голод в его время, он искал причину и нашел, это грех, из-за которого наступил голод, это из-за него самого наступил голод. Он нашел, что где-то он ошибся перед Всевышним, из-за царя Давида наступил голод, тогда три года был голод. То есть, люди, они ищут кого-то виноватых в том, что с ними происходит. Но если что-то происходит, Тора нам дает однозначно прямой совет. Если какие-то страдания приходят к человеку или к стране, и фашвешбумасав, проверь свои дела. Если проверил, и тебе кажется, что ты все делаешь правильно, причина в других, значит, мало учил Тора, значит, ты не знаешь, где ты ошибаешься, где ты идешь против Всевышнего, а тот, кто идет против Всевышнего, это как тот, кто плюет против ветра. То есть, однозначно, встаньте, сильный ветер, плюньте, и вы увидите, что будет. Тот, кто идет против Всевышнего, это как плюет против ветра, Он, который вредит себе больше всего. Поэтому, как возвращаемся, заканчиваем на конкретном совете. Каждая заповедь, это как свеча, ты зажигаешь свет. Тора, это свет, который идет на тебя от Всевышнего, он намного сильнее, чем свеча. Но без вот этого пробуждения снизу, когда ты захотел, да, без вот этого вот снизу зажигания, которое ты зажег, свет сверху не придет. И без вот этого вот снизу неправильных действий, которые человек делает, сверху тоже ничего не придет. И голод не приходит. Если посмотреть, что в принципе люди делали, например, во многих странах перед тем, как потом на них приходили несчастья, то окажется как в вздоме. То есть схема же очень простая. Бог вздом уничтожил, уничтожил. Но что делали люди в вздоме по отношению друг к другу? Ну, значит, мы тоже истории знаем. Поэтому если какая-то проблема, какая-то неприятность приходит на какую-то область или на жизнь человека, он прежде всего должен проверить свои дела. Потому что Всевышний очень добрый, очень милосердный, очень справедливый. И все, что он делает, он делает для добра людей. Но очень часто, когда Всевышний раз предупреждает, два предупреждает, три предупреждает, пять предупреждает, 25 предупреждает, а люди идут, продолжают идти в неправильном направлении, то приходит то, что они делают чаще всего по отношению друг к другу, приходит к ним глобально на какую-то местность, на какую-то страну и так далее. Поэтому мы должны каждый, прежде всего, заняться собой, сделать, чтобы был шалом внутри, чтобы внутри были идеальные отношения со Всевышним. Для этого надо бояться нарушить его волю, чтобы побуждать себя выполнять его волю. И дальше бояться сделать ссоры какие-то в своем окружении, со своей семьей, чтобы не было никаких ссор, не надо, зачем это все нужно. Любить надо друг друга. В авторе, раха, камоха, возлюбить ближнего, как себя. То есть, сначала наполнить любовью, потом избыток любви направлено ближних. И потом обязательно Всевышний даст, когда люди будут добрые, хорошие, веселые, любить друг друга, Всевышний даст мир во всем мире, обязательно, к чему мы и стремимся. Поэтому очень важна ваша помощь. Все друзья ВАИКРА, партнеры ВАИКРА, спонсоры ВАИКРА. Значит, у нас сейчас есть одна большая цель. В прошлом месяце у нас было 32 часа, 32 тысячи часов просмотра урока в ТОРе за месяц. То есть, у нас же все уроки есть в записи, по всем каналам, на них идут много лекторов. Мы поставили цель сделать миллион часов просмотра урока в ТОРе в месяц, чтобы это такой свет, чтобы был в мире, чтобы обязательно тогда закончатся все войны. Поэтому ваша помощь и финансовая, и в распространении уроков, она очень-очень важна. Чем больше мы смотрим уроки ТОРы и их распространяем, тем больше идет света. Чем больше идет света, тем меньше людям хочется воевать, убивать друг друга, злиться, искать виноватых. То есть, каждый смотрит на себя, на свои взаимоотношения со Всевышним, начинает благодарить, и все исправляется в его жизни и в жизни мира. Все. Всем удачи, успехов, чтобы Всевышний дал вам огромное-огромное благословение во всех хороших делах. Чтобы вы были примером для своего окружения. Что ТОРа дает радость, дает свет, дает уверенность, упование, уменьшает беспокойство, дает благополучие материальное и духовное. И чтобы Всевышний, как нам желает Дамир Партнер, чтобы каждому дал миллионы, чтобы вы могли миллионы жертвовать на благотворительность, на дзаку. Удачи, успехов, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok